МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. Студия Галина Титарчук. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лишь бы погода позволила. До конца августа в Чувашии планируют завершить уборочную. Лебурже в миниатюре. Фестиваль Чумотары в четвертый раз собрал вместе пилотов авиамоделей. Обидно, досадно. Чувашские марафонки не попали в двадцатку сильнейших на чемпионате мира по легкой атлетике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 711 комбайнов и 770 сейчас работают в полях на уборке. По словам министра сельского хозяйства, в Чувашии уже убрано 47% площадей. Средняя урожайность 19 сантиметров с гектара. Уборочная стала одной из главных тем еженедельного совещания главы Республики. До 25 августа в Республике планируют завершить уборочную страду. Правда, если не помешает погода. В этом году на неделю раньше вышли в поля. Но дожди последних дней июля несколько задержали работы. На сегодня уборку завершили 9 хозяйств Республики. В Яльчикском, Шамуршинском, Батревском, Вурнарском районах собрано почти 90% урожая. Закупка зерна у всех гостоваропроизводителей, как сегодня поставлена. На сегодняшний день у нас закупка идет лучшими тем, чем в прошлом году. 12 тысяч тонн уже закуплено. У нас это ООО «Чувашливый продукт» и Казонинитарное предприятие «Продовольственный фонд» в целом. В прошлом году это где-то было около 4 тысяч тонн всего закуплено на эту дату. Все то, что выращено, надо убрать. Это основная задача муниципалитетов, правительства в целом, Минсельхоза. И второе – формирование «Продовольственного фонда». Ставлю задачу перед городскими властями. Надо во время уборочных работ заготавливать урожай, включая и учреждения здравоохранения, и учреждения образования, детские образовательные учреждения, потому что цены колеблются, но во время уборки урожая все равно они цены приемлемые, так скажем, чтобы потом на стоимости питания значимо не отражалось. Сергей Павлов назвал и районы, которые отстают в уборке урожая. Это Шумерлинский и Аллатрский. По словам министра, на этой неделе отстающие постараются догнать лидеров. Я в свое время некачественное проведение уборки, и, учитывая опыт прошлых лет, конечно, высокую нагрузку на сельхозяйственную технику в отдельных районах и отдельных хозяйствах, конечно, администрации муниципальных районов необходимо организовать работу по передислокации сельхозяйственной техники. Жаркая погода помогает продлить работы и одновременно создает проблемы. На прошлой неделе зафиксированы два пожара. В первом случае у нас в Урнарском районе два гектара, и буквально в субботу в Цивильском районе где-то пять гектаров зерновых сгорело. Конечно, ущерб, если по второму случаю, я думаю, что не такой большой, где была там детская шалестка, то в первом случае у нас сгорел также и комбайн. Обсудили на планерке и демографическую ситуацию в Чувашии. По данным Минздрава, сейчас рождаемость выросла на полтора процента. Такой динамике способствуют принимаемые меры. Федеральный и республиканский материнский сертификат и земли для многодетных семей. Программа по обучению женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Позитивная динамика рождаемости сохраняется. Всего родилось 10 427 детей. В основном за счет плюс 219, это 5 883 ребенка, за счет вторых, третьих и последующих рождений. Причем преимущественно за счет третьих рождений. Это особенно важно в условиях сокращающейся численности абсолютной женщин фертильного возраста. Положительному росту демографических показателей способствует и снижение смертности от болезни системы кровообращения и туберкулеза. Сократилась и младенческая смертность. Сейчас Чувашия в числе пяти регионов ПФО с положительным демографическим приростом. Снижение заболеваний должна способствовать диспансеризация. В этом году планируют проверить здоровье 23% всех жителей Чувашии. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в Калининском районном суде начался очередной процесс над Семеном Млодиком. Материалы дела, возбужденного полтора года назад, уместились в 28 томов. Покинув пост директора Челябинского тракторного завода, Млодик буквально на днях возглавил предприятие по переработке древесины в Красноярске. Но похоже, что в Чубаксары он по-прежнему будет приезжать часто. Процесс над экс-председателем совета директоров завода промтрактор-вагон уже сейчас обещает затянуться. Сегодня адвокаты Семена Млодика заявили о том, что не успели ознакомиться со всеми материалами дела. Защита попросила об отсрочке процесса до середины сентября. Однако представитель потерпевшей стороны утверждает, что в течение двух месяцев адвоката обвиняемого даже не прикасались к томам с уголовным делом. Пять его защитников не приехали ни разу после 6 числа. Я не могу сказать, приезжали ли они знакомиться в суд, но я не думаю, что в канцелярии, если дело было у вас, то вы бы отказали им на знакомлении. Судья перенес заседание на следующую неделю. Напомним, что бывшему топ-менеджеру канажского завода вменяется в вину хищение 270 миллионов рублей. Поначалу это выглядело как вполне легальная сделка. В 2006 году предприятие промтрактор-вагон, по указанию Млодика, приобрело векселя компании РЖДС-регион. Часть этих средств вернулась в кассу завода. Но 273 миллиона рублей обвиняемому удалось перевести в третью фирму. Хотя ее уставной капитал был не более 2000 рублей. Следствие посчитало, что в данном случае одну экспертизу, про которую я уже сказал, судебно-оценочная экспертиза, которая как раз доказала, как мы считаем тот факт, что сделка покупки доли уставной капитали коммерческой фирмы, стоимость которой составляла 1111 рублей, и за нее было заплачено 273 миллиона рублей. Вот этой экспертизы нам было достаточно для того, чтобы подтвердить данный конкретный факт. За 7 лет африканская чума свиней проникла на территорию 31 субъекта России. Выявлено 378 неблагополучных пунктов и 92 инфицированных этой болезнью. Только в 2013 году 48 неблагополучных пунктов и 35 инфицированных объектов. При ликвидации чагов отчуждено более 900 тысяч голов свиней. Компенсация составила более 2 миллиардов рублей. Существует риск дальнейшего инфицирования новых территорий России, центрального и приволжского федерального округов. В Чувашии ситуация пока благополучна. Сегодня в Доме правительства прошла видеоконференция с районами республики, на которой обсуждали вопросы профилактики появления в республике африканской чумы свиней. В республике 220 тысяч поголовье свиней. Из них 130 тысяч в крупных сельхозорганизациях. В настоящее время территория Чуваш-Крестов-Урге благополучна по АЧС. Профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения АЧС на территорию республики проводятся в соответствии с комплексным планом. Усиленно охранно-карантинные мероприятия в свиноводческих фермах и комплексах. Обеспечивается перевод свиноводческих хозяйств в режим закрытого типа, но из 79 свиноводческих хозяйств не работает режим закрытого типа. По нашим дамам СХПК «Восход» по Рецкаруону. В Татарстане в районах Риска в радиусе 20 километров от крупных свиноводческих ферм жителям в целях безопасности предлагают завести вместо свиней других животных. Их выкупают по рыночной стоимости. В эту территорию попадают и 9 населенных пунктов Чувашии. Так называемые буферные зоны собираются создавать и вокруг республиканских крупных свиноводческих комплексов. Сейчас глава муниципалитетов составляют списки населенных пунктов. Свиней будут выкупать фермеры, либо люди продадут их по своему усмотрению. Но так или иначе, эти животные из зоны риска должны оставаться только в закрытых фермерских хозяйствах. По данным Минсельхоза Республики, около 40 тысяч поголовья попадет в буферную зону. К тому же, по территории нашей республики проходят две основные федеральные трассы – М7 и Вятка. Машины из карантинных районов России – это еще один путь распространения инфекции. Вместе с ними попадают пищевые отходы на наши дороги. Но по линии МВД, по линии ГБД, по линии Росэльхознадзора, без службы, на постах мы всегда осуществляли контроль. И сегодня в круглосуточном режиме с сотрудниками этих ведомств обязаны осуществлять контроль. Оперативные информации, когда поступает главе администрации, он может уже свои рычаги подключить. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев поздравил с юбилеем Наталью Володину, заместителя директора по связям с общественностью Республиканского центра восстановительной медицины и реабилитации Минздрав соцразвития Чувашии, советника главы Чувашской республики. Михаил Игнатьев отметил большой вклад Натальи Ивановны в развитие информационного пространства в Республике. В свое время Наталья Володина возглавляла Министерство печати и средств массовой информации, государственную телерадиокомпанию Чувашия, администрацию президента Республики. Под ее руководством разрабатывалась и внедрялась концепция портала органов государственной власти КАП.РУ, проект электронного правительства. С легкой руки Натальи Володиной в Чувашии открыты и успешно действуют около 10 СМИ. По ее проекту реализован медицинский портал «Здоровая Чувашия» – единая точка входа на всю медицинскую отрасль республики. Указом главы Чувашской республики за многолетний плодотворный труд Наталья Володина награждена медалью ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Нынешняя неделя закончится для чебоксарцев не просто долгожданными выходными, а большим праздником – днем рождения города. О том, как столица будет отмечать в средствах массовой информации, говорят давно. О деталях основных мероприятий говорили сегодня и на планерке с главой республики. Учащенное сердцебиение, прилив крови ко всем мышцам, повышение тонуса организма и заряд бодрости на весь день. И все это прямо в центре города, на Красной площади. Так начнется 19 августа для тысячи чебоксарцев. В 9 утра стартует одно из самых массовых мероприятий праздника – зарядка со звездой. Той самой звездой станет российский актер Виктор Логинов. Кроме того, заряжаться с горожанами будут известные спортсмены и олимпийские чемпионы. Вероятно, пропустить такое грандиозное событие не смогут даже те, кто видел немало удивительного. Планируем участие не менее 15 тысяч горожан. И мы подали заявку на книгу рекордов Геннесса. Я здесь хочу попросить руководителя министерств и ведомств активно принять участие. Также здесь будут разыгрываться призы. Самый юный спортсмен, самый взрослый участник, самая спортивная семья, самый дружный коллектив. Смотреть интересно будет не только на сцену, но и на небо. Планируется впервые приезд Чебоксара, пилотажные группы, первый полет. Четыре самолета серии Як прилетят к нам и покажут авиашовы на Красной площади на начало час ноль-ноль. 18 августа в день рождения любимого города в прямом эфире национальной телерадиокомпании «Чуваши». В 9 утра утренняя зарядка со звездой сериала «Счастливо вместе» Виктором Логиновым. 11 часов детский праздник Чебоксары «Город детства». В 18 часов грандиозный концерт звезд российской и чувашской эстрады. И завершит вечер фейерверк. Проведите праздник вместе с национальным телевидением «Чуваши». Маленькие модели с большими возможностями. В Цивильском районе на несколько дней съехались мастера воздушных виражей. Чемпионов и любителей авиамодельного спорта вот уже четвертый год подряд собирает фестиваль с необычным названием «Чумотары». В небо своей авиакопии пилоты запускали над старой взлетно-посадочной полосой. Подробнее Дмитрий Ковалев. Проверка всех приборов двигателя, дозаправка и короткий инструктаж. Только после этого модель выдвигается на взлетную полосу. Сначала пульты управления в свои руки берут профессионалы и чемпионы. Секунды разгона и самолет поднимается высоко в небо. Такое не снилось даже участникам французского «Лебурже». Авиакопия с легкостью уходит в пике, делают бочки, петли и зависают над землей. Некоторые модели на этом фестивале даже в руках невозможно удержать. Размер имеет значение и здесь. Внутри деревянного каркаса электроника, мотор и бензобак. Чем больше самолет, тем сложнее его посадить. Крушение модели во время полета привычное дело. Пилоты со стажем поломку устраняют быстро. Самый необходимый инструмент в их арсенале – обычный клей. Ремонтирую площадку, шасси, стоек шасси. То есть не совсем, ну жесткая посадка, грубо говоря, была и все, вот ремонт. Но это поправимо, то есть через пару часов этот самолет в небе уже будет. На других посмотреть и себя показать. Некоторые участники выставили на показ точные копии реальных самолетов. Правда, размером они в десятки, а то и в сотни раз меньше. После выступления чемпионов соревнования на точность и скорость. На старте – гоночные модели. Своё название «Фестиваль Чумотары» уже давно перестал оправдывать. Раньше на одном поле собирались участники из Чувашии, Мариэлы, Татарстана. Начальные буквы этих регионов и легли в основу бренда. Сейчас география расширилась. Свои модели в этом году привезли даже москвичи. Правда, название не изменилось. Этот уровень, который в этом году показывает Чумотары, очень достоин. Российского уровня. Только отсюда, с высоты полета самолета, можно оценить весь размах фестиваля. Авиамоделями гостей из Елабуги интересуются даже силовые структуры. Недавно с помощью камеры, которую установили на фюзеляж, удалось обнаружить лесной пожар. Авиамодельный спорт для некоторых больше, чем просто хобби. Вот этот самолет позволяет летать до 50 километров, при этом он сразу в онлайн режиме передает картинку нам на землю. Мы все в пределах вот этих 50 километров можем всю территорию мониторить. На этом фестивале модели тоже помогали. Правда, завоевывают награды. Этот вид спорта с каждым годом набирает популярность. В следующем году заброшенная полоса на окраине цивильского села вновь оживет отгулы самолетов. Желающих приехать сюда становится больше. Андрей Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. 11 августа исполнилось 51 год первому в мире групповому полету советских космонавтов Павла Поповича и Андриана Николаева. Наш земляк стартовал первым на корабле «Восток-3». Спустя сутки следом за ним отправился его звездный брат. Благодаря большой точности выведения на орбиту, максимальное сближение кораблей составило порядка 6,5 километров. В полете космонавты визуально могли наблюдать корабли друг друга. Во время полета на Землю впервые передавалось изображение космонавтов, транслировавшееся по телевизионной сети СССР и интервидении. Космонавты освобождались от катапультируемых кресел и свободно плавали в кабине в условиях невесомости. Проводили медико-биологические эксперименты. Во время этого полета был установлен новый рекорд продолжительности – 94 часа 22 минуты. Несмотря на то, что Андриана Григорьевича называют космонавтом «Три», в его биографии было много событий и фактов с определением «Первый». Николаев первый в мире во время полета отвязался от кресла и парил в кабине без скафандра. Он – участник первого военного эксперимента в космосе. Во время следующего полета в 1970 году он первым поставил на себе эксперимент, доказавший, что после длительного пребывания в невесомости человеческий организм тяжело адаптируется к гравитации. Николаев был женат на первой женщине-космонавте. А свидетелем на их свадьбе был первый в истории человечества космонавт – Юрий Гагарин. Дочь Николаевых Елена стала первым в мире ребенком, оба родителя которого – космонавты. 14-й чемпионат мира ИАФ по легкой атлетике в Москве в самом разгаре. Сегодня третий день соревнований. В главных стартах сезона участвуют шестеро спортсменов из Чувашии. Среди них марафонки Алевтина Бектимирова, Альбина Майорова и Татьяна Арясова. Ими уже пройдена дистанция в 42 километра и 195 метров. Выступление наших спортсменов было не совсем удачным. Первой в забеге стала кенийка Эдна Киблагат. За километр до финиша она буквально рванула вперед и финишировала в полном одиночестве, подтвердив звание сильнейшей, полученной в 2011 году в корейском городе Тегу. Россиянки не попали в двадцатку. Альбина Майорова пришла к финишу 21-й, Альбина Бектимирова – 26-й. Следом финишировала Татьяна Арясова. Бежать пришлось в сложных условиях. В Москве во время забега в воздухе было плюс 31 градус, а температура асфальта и того выше. Жары я не почувствовала, но, видимо, организм, он как-то сам по себе сразу, видимо, среагировал и реагирует. Очень у многих было сударьков, в том числе и у меня вот это проявление произошло, которых я вот давно не наблюдала. Двадцать четыре человека у нас, как бы, ну, говорят, падают. Прямо передо мной тоже девочки падали. Ну, в общем, не очень-то хорошее, в хорошее время они подставили. Вообще, конечно, выступлением я недовольна. Единственное, что успокаивает, то, что я до конца добежала и финишировала. Так как по дистанции уже после двадцати я уже чувствовала, что темп сбавляется, я почти на грани пешком. И мне трудно было поверить, что я до конца дойду до финиша. Сегодня и завтра в Семиборье выступает спортсменка из Чувашии Кристина Савицкая. А в среду в забеге на пять тысяч метров Елена Наговицына. Что касается количества медалей, по данным официального сайта Чемпионата мира, лидирует пока США. Далее размещаются Эфиопия и Кения. Россия занимает пятую строчку. На сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова